Сладкое Сладкое Сладкоежки действительно счастливее обычных людей Ведь в наше время они могут воплотить все свои самые сладострастные мечты в реальность Нет, нет, я сейчас не об этом Ведь чего только нет на полках наших магазинов Конфеты, шоколад, мороженое, пирожное, пряники Этот список можно продолжать бесконечно И все это сахар Осень И мчатся по дорогам машины со свеклой И встают над заводом белые клубы пара Работает, пыхтит трудяга Стране дает сахар, грибановцам рабочие места День и ночь через проходную идет знакомый народ У завода юбилей Сто семьдесят лет Немало Грибановский сахарный завод Одно из старейших предприятий сахарной отрасли России Основанный в 1847 году Он живет и находится в самом рассвете сил Именно наш завод и его строительство Стало главным проектом жизни Известного липецкого купца и благотворителя Алексея Петровича Хреникова Согласно отчету Тамбовского губернатора за 1866 год На Грибановском заводе Производилось 68 750 пудов сахара в год Продукция отправлялась в города Поволжья и Москву Хреников использовал в производстве сахара Лучшие технические достижения своего времени Конец XIX – начало XX веков Время развития предприятия Его модернизации И как результат В 1892 году Грибановский свеклосахарный завод Был удостоен золотой медали На выставке русской промышленности в Париже В августе 1918 года Власти объявили о национализации предприятия Несмотря на все сложности В 1920 году Предприятие переработало 16 748 центнеров сахарной свеклы И произвело 940 центнеров сахара В 1938 году Была проведена первая реконструкция предприятия Которая позволила заводу Перерабатывать до 6500 центнеров сахарной свеклы В сутки А в конце 50-х Благодаря очередной модернизации Производительность Грибановского сахарного завода Увеличилась в два раза Нелегкие времена 90-х В полной мере коснулись завода 15 лет многочисленные управленцы Приезжали в Грибановку с намерением Отладить производство Сделать работу завода прибыльной Но устаревшая материально-техническая база Привела к сокращению объемов производства Вторая жизнь предприятия Началась в 2006 году После того, как оно вошло в состав Группы компаний АСБ Именно тогда было положено начало Масштабной реконструкции цехов И строительства новых производственных корпусов Был выполнен капитальный ремонт Всего технологического оборудования Главного корпуса завода Известково-газового отделения ИТЭЦ Установлена новейшая автоматизированная система Учета приемки сахарной свеклы С применением электронных весов В 2008 году была изменена Вся тепловая схема завода Запущены новые скоростные подогреватели И выпарной аппарат Установка пресса-отжима итальянского производства Послужила первым шагом К созданию на заводе Жомо-прессового отделения В последующие годы Масштабная реконструкция завода продолжалась Был построен новый продуктовый цех Галерея подачи готовой продукции в склад Выполнен капитальный ремонт сахарного склада Проведена реконструкция Диффузионного отделения завода С введением в эксплуатацию в 2015 году немецкой мини-ТЭЦ Завод полностью обеспечил себя электроэнергией Все это позволило предприятию Выйти на более высокий уровень производства Объемы переработки сахарной свеклы Выросли до 500 тысяч тонн в год Производство сахара до 71 тысячи тонны Производство сухого гранулированного жома Составляет 18 тысяч тонн за сезон Мелассы – 17,5 тысяч тонн Суточная переработка выросла по сравнению С уровнем 2007 года в 3,5 раза И составляет 3500 тонн Заводу было чем гордиться в прошлом Есть чем в настоящем Еще в XVIII веке кто-то мудрый сказал Счастье – есть ощущение сладости бытия Сладкой жизни всем вам, дорогие наши! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова